МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнаценка, глядите у гэтым выпуску. Пытанье двухбакового супрацовництва. Сегодня у Гомеля начала работу суместная коллегия Комитета союзной державы по гидрометеорологии и мониторингу забрудживания природного сиротя. На земле Кириллы Туровского у Житковича хрыхтуются до первого межрегионального открытого фестивалю литературы, культуры и народных традиций. Лепшая Украине жаночая команда гандбольного клуба Гомель перемогла в чемпионате Беларуси. А зараз обгэты меньшим, больш подрабязнам. Сегодня у Гомеля прошел республиканский семинар, просечены пытанием сбору и перепрацовки твердых коммунальных отходов. До 2030 года, как минимум 40% их, повинно утягиваться у господарчий оборот. Але для этого необходимо удосконалить подыходы до организации работы. С опытом гомельских коммунальников ознайомились наши корреспонденты. Такую картину у Гомеля можно назирать, покуль, нечасто. Машина спецкоммунтранса забирает сметти с контейнеру, який стоять каля домов у приватного сектора. По судности, это эксперимент, который проводит городская жилево-коммунальная господарка. Тут заключили договоры с всеми местами домовладаниями, которые оснастили двумя видами контейнеров для смешанных и другосных ресурсов. При невыконании этого потребования виноватым погрожает штраф. Это примушает гомельчан заниматься по особным сборам коммунальных отходов. В Аураде это эксперимент. Оценили, как станучи и годны для переймания. Топот Гомеля – это предоставление на договорных условиях контейнеров для раздельного сбора. По условиям человек обязан сохранять этот контейнер, а коммунальные службы берут обязательства в те сроки, которые указаны в договоре, обеспечивать вывоз. И если мы организуем вот такое взаимодействие, то я думаю, что мы обеспечим самые кратчайшие сроки, раздельный сбор. Хоть займаться по особным сборам повинны не только жахары приватного сектора. В сравнении с 2015 годом объем сбора паперы взросли на 108%, полимерных материалов больше, как на 120%. Сгодно с национальной стратегией по звороту с твердыми коммунальными отходами и другосными материальными ресурсами, у господарчий оборот необходимо утягивать до четверти отходов. В 2030-м эта личба повеличится до 40%. А тому необходимо не только створать для этого условия, аллеи проводить тлумачальную работу с насильництвом. Для меня это не затруднительно. Просто я дома держу лишний, допустим, пакет возле ведра и все. И выношу в разные эти контейнеры. А стекло вообще стало сдавать, хотя как бы я не бедствую. Ну вот. Ну, в смысле, если стекло какое-то лишнее есть, там закаточные банки, просто заношу уже в пункт. Проблема Гомеля в том, что у города уже не хватает могутностей для перепрацовки коммунальных отходов. Различенный на 100-годовую перепрацовку 30 тысяч тонн экспериментальный биомеханичный завод летось принял 34 тысячи. По этой причине заразь затверджено решение обстворения регионального комплекса по звороту с твердыми коммунальными отходами. Еще одно питание, якое необходимо терминово вырешить – будовництво нового полигона. То, что действует сейчас, открыто больше, как по 100 годе тому. И полностью выпрацовывал свой ресурс. Сегодня тут заховывается свыше 50 миллионов тонн отходов. Иншая справа, что частку этих объемов зараз пробуюсь выкористать у господарших метах. Размова идти об сдобычу со смеття газа с наступной выпрацовкой электроэнергии. А так само выкористание органичных отходов для отримания гумусу. Это отходы и просроченные продукты, это отходы от магазинов, то есть общепита, торговли, то есть все, что касается продуктов. Поэтому всего 13 наименований, поэтому кроме этого еще население, которое сегодня обеспечивается контейнерами, в частности частный сектор, для сбора таких органических отходов. И все это будет доставляться сюда для компостирования. Олег Синцеров, Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, телерадуя компания «Гомель». Сегодня у Гомеля начала работу суместная коллегия Комитета Союзной Державы по гидрометеорологии и мониторингу забрудживания природного осяродия. На протягу двух дней специалисты обмеркуют 16 пытанев, которые тычатся экологичной безопасности Беларуси и России. За охудшенными фактами ознайомился Олег Синцеров. В умовах великой колькости городов и высокой шильности населения негативные наступства от небезпечных метеозаяв могут быть венемы значными. Уплощенные годы от них наибольшь мощно покутают сельская господарка, палевно-энергетичный комплекс и будовничая глина. Сусветная практика свечить, сочасовое попередживание об таких заявах позволяет захват человеческой жизни и минимизовать экономичные страты. Минавида гэта идея закладена в союзную программу гидрометрообеспеки. У гэтом же документе названы и меры, яке в умовах изменения климата могут дограть ключевую роль у знижения погроз от бытовничных норм и правилов, распрацованных золиком новых природных особливостей, до объединения потенциалов гидрометро-службы Беларуси и России. Тут так само широкое поле для супрацовництва. Подчас посаджения союзной комиссии шмат кажуть об обмене вопытом и подректовцы белорусских специалистов у России, где истнует мощная науковая база и еще один керунок прогнозования климата на основе математичных моделеваний с выкористанием мощных компьютеров. Суперкомпьютер, которым располагает Белгидромет, наверное, не самый мощный в мире, но, тем не менее, на трое суток мы математическую модель самостоятельно уже считаем. Естественно, мы считаем, что этого недостаточно, поэтому потенциал стремимся развивать, в том числе с использованием гораздо более мощного компьютера, которым располагает Росгидромет, поскольку именно в Росгидромете один из мировых центров данных Всемирной метеорологической организации располагается. Естественно, мы взаимодействуем и с Европейским центром среднесрочных прогнозов, который одним из лучших в мире является по вычислительным возможностям. У Минприроды кажут, что сегодня упор робится не на распроцовку новых проектов, а на якостную реализацию виснующих у приватности размолы и дяб, повышение якости прогнозу на дворы, мониторингу новокольного сяродня, удосконаливание системы обмена даденами и унификации законодавств, зметость творения огольной правовой просторы. Распроцовка действительной системы экологичной безпеки союзной державы – процесс непростый, протяглый по часу, на реализацию некоторых подпрограмма отводится до пяти годов, а не видовочное тое, что у Баку есть ожидания реализовать запланованное о полном объеме. То, что сегодня глава государства поручил, и у нас есть собственная программа по развитию Белгидромета, все это согласовывается с программой союзного государства, и мы видим в этом огромную пользу и помощь, и думаю, что она обоюдная, и как минимум, значит, это обмен мнениями, это перенятие опыта, это обучение кадров, что очень сегодня явилось актуальным и важным для нас, поэтому много общих наработок, наработок, контактов, и, в общем-то, я считаю, что очень огромная польза в этом есть. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». Добробыть народа, логичным активом центрального района областного центра. Размова закранала основные тематичные блоки, на яких акцентовал увагу керавник державы у своем выступлении. Особное питание – знаковость 2019 года для краины, для прационных коллективов, для кожного человека. Все лето протягивается год малой родимой, означается 75-е годовина вызволения Беларуси и 25-ти годов основания Института Президентства в нашей краине. Якое будущее, очекая нас завтра, залежит от каждого. Для выполненного руху, наперед сегодня необходимо не только слухать, но и чуть. Конечно, идеологический актив должен сегодня не просто работать со своими коллективами. Они должны знать, что у каждого человека происходит, какие у него проблемы, почему. И самое главное, что нужно сделать, для того, чтобы ему помочь. Чтобы человек оставался не наедине со своими проблемами, а может даже где-то и обидами. А, конечно же, получал помощь. И самое главное – понимание. Жилье для шмадетных семья. У гэтую суботу специалисты розных ведомств управлядуть у Гомеля великую консультатывную акцию. И она тычится о першую чергу грамадян, які стоять на улику для поляпшения жильевых умов у сельских выконкамах. Их чекают в субботней раннице с 9 до 12. У Гомельским районным доме культуры на Ильича 38. На приеме пропонуются индивидуальные варианты будовництва и умовы кредитования. Десяткам доброчинных встреч и акций в Беларуси напереда дня значили День семьи. Наша здымочная группа так само долучилася до одной из них и зазернула в гости до гомельских семьях. С подробностями Ганна Корольчук. Первым адресом, по яким мы отправились с гоноровой миссией, стал дом семьи Харлап. Тут живет три человеки. Голова семьи – мама Святлана, дочка Дарья и молодший сын Дмитрий. Разом яны уладковывают дом и сад, доглядают за живелами. А годованцы у семьи Харлап шмат. Рыбки, собаки и навод ваверки. А кроме этого, Святлана с детьми выбирают активный отпочинок. Яны ходят в бассейн, катаются на велосипедах и роликах. В зимку меняют их на коньки и санки. Головная – все робят разом. Миновата взаимная любовь и поддержка допомогли семьи Харлап в минусе справиться с бедой. В детстве у Дарьи диагностовали пухлину головного мозга. Девчонка перенесла операции и долгие тяжкие периоды от реабилитации. Сегодня яна – ученица шмат профильного лицея и головная мамина помощница. А кроме того, Дарья выросла с оправдной пригожунья и займается моделингом. Наша семья за счет этого и держится, что детям не помогают. То есть Дмитрий наш по мальчишечке, ну а Даша по девичке. У нас получился небольшой сплоченный коллектив и мы понимаем друг друга. Другая семья оказалась не меньше цикавой и дружной. В Ольга и Виталь вооружены – батьки двух пар двойняток. С початку 8 годов тому народилися Глеб и Ягор. Проспять годов заявились Маша и Кирилл. Сегодня старейшие браты заканчивают другий класс, занимаются плаванием, каратей, робототехникой. Молодшие Маша и Кирилл собираются ездить в детячий сад. Сумовать семьи воружен нема часу. Они ведут активное житие. Любят ездить на природу, гуляют в квесты, пейнтбол, принимают шмот гостей. В Ольга каже, что спочатку сполохалася, коли доведалась, что снова ждет войнят. Думала, что будет тяжко. Однако сегодня женщина уже смеется над своими остерогами. У дружной семьи все клопоты делятся. На допомогу приходят бабули и дядули. Старейшие браты так само уносят свой уклад. Надо в первую очередь уважать друг друга. Если будет уважение, надо проявлять терпение к интересам друг друга, к мнению друг друга. Если поругались, где-то уступить. Не бояться уступать. Все конфликты сводить на нет, чтобы они не получали продолжение. А маме быть тяжело только в большой семье? Тяжело, тяжело. Ну и это и счастье большое. Смотришь, как они играют, улыбаются и радуешься. Понимаешь, что твои труды не напрасны. В рамках акции «Семья. Каштовность кожного» представники территориального центра социального обслугования Чехуночного района, объединения «Белая Русь» и районного отдела адукации наведали шесть семьев. Кожная отримала подарунки и веншавания. Посещаем наши семьи для того, чтобы они чувствовали поддержку и опору. Поддерживать престиж семьи, чтобы детско-родительские отношения никогда не увидали, а только заряжались позитивом и радостью. У нас есть разные семьи на учете. Это и семьи, воспитывающие деток-инвалидов, многодетные семьи. Мы включаем разные категории для того, чтобы люди действительно видели, что семьи разные. И никогда не надо пускать руки всегда идти вперед. Ханна Кральчук, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Один и день червонога крыжа пройдет завтра во всех областных центрах краины. Гостей чекают цикавые гульни, музычные пляцовки и майстер-классы. Воходу сюда вольны. У Гомеле мероприемство отбудется на летней эстраде у парку аттракционов. С четырех дней до восьми вечера все жадающие смогутся тримать навыки оказания первой допомоги и ознайомиться с правилами здорового харчавания. Запланованы так само майстер-класс по аквагриму, шоу-клоунов, викторыны и конкурсы. У Житковича хрыхтуется до первого межрегионального открытого фестивалю литературы, культуры и народных традиций. Он распочнется уже завтра у парку имя Миколы Гамолки и будет называться «На земли Кирилы Туровского». Фестиваль обедная письменников початковцев и признанных майстров слова. Идея его творения належит старшине областного отделения Союза письменников Беларуси Владимиру Гаврыловичу. За основу он взял подобное межрегиональное свято на земле Баяна, которое уже 35 лет проходит в Бранской области. «Коли мы рыхтовали фестиваль, мы подумали, с чего ж пачать?» И вы решили объявить другий, в минулом году был первый, областный литературный конкурс в номинации «Поэзия и проза» для детей и для дорослых, присвеченный памяти Миколу Гамолку. А кроме того, что будут уручены у Знагороды, это дипломы, это книги, цекавые книги, которые подректовали наши литераторы, будьте уручены двум аутрам Гран-при. Их творы будут надрекованы областным Мальманакоу литературная Гомельщина, как и творы всех переможцев, которые заняли первое место. Это самая певная поддержка, выход на областный уровень наших номинантов, финалистов литературного конкурса. И наприконцы выпуска про надворье. Сегодня ночью на территории региона чекаются короткочасовые дожди, а вот завтра, переважно, без западков. Температура поветра складе до 13 градусов за знакой «плюс». Днем поветра прогреется до 23. На выходных характер надворья истотно не изменится. В субботу и неделю маловоблач на ветер 4-6 метров за секунду. Это и атак сама инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудниками отдела уголовного розыска и группы по борьбе с экономическими преступлениями Кармянского РОВД в ходе проведения специальных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере агропромышленного комплекса выявлен факт хищения дизельного топлива сельскохозяйственной техники. 33-летний механизатор и 22-летний главный инженер одного из хозяйств района подозреваются в хищении 180 литров дизельного топлива. Общая сумма ущерба предприятию составила чуть более 286 рублей. Предварительно установлено, что топлива не сбыли одному из жителей Кармянского района. В настоящий момент дизельное топливо изъято и передано на ответственное хранение. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье присвоения либо растрата. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы со штрафом или без него. Вчера около 9 часов вечера на пересечении улиц Гастелло и Народного ополчения на ходу загорелся мотоцикл. Парень, управлявший транспортным средством, успел спрыгнуть. Помощь спасателю не понадобилась, так как возгорание было ликвидировано в течение нескольких секунд с помощью огнетушителя, взятого из припаркованного рядом автомобиля. С 19 мая снимаются ограничения по ловле рыбы в период весеннего нереста. До этого времени разрешена была лишь любительская рыбалка с одной удочкой и одним крючком. Но два жителя Реческого района не смогли дотерпеть до заветной даты, за что и поплатились. 15 мая Брагинская межрайонная инспекция охраны животными растительного мира. На старом русле реки Днепр около деревни Дворец Реческого района были задержаны два гражданина, которые с использованием лодки и двух рыболовных сетей незаконно добыли озерно-речную рыбу различных видов общим весом около 11 килограммов. Также в сети попались три рака. Вред причинен окружающей среде составил 217 базовых величин. На место вызвана следственная оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В инспекции также сообщили, что с 19 мая разрешен лов рыбы в общем порядке, в том числе с использованием маломерных судов и количеством крючков не более пяти на одного рыбака. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Возвращение титула. Завершился чемпионат Беларуси по гонболу среди женских команд. В заключительном поединке Гомель принимал столичный БНТУ БелАЗ. Матч не имел турнирного значения, но от этого его принципиальность не становилась меньшей. Гомель ждал в гости своего принципиального соперника уже в статусе сильнейшей команды Беларуси. Из последнего матча чемпионата сделали шоу. Яркое световое и звуковое сопровождение. Развлекательная программа для болельщиков. В белорусском женском гонболе такое увидишь редко. Атмосферу создали и Гомелю оставалось только подтвердить свой чемпионский статус игрой. Однако здесь не получилось. Неприятности начались почти сразу. Для правой крайней Гомеля Кристины Охраменко на первых же минутах завершился не только этот матч, но и весь сезон в целом. Серьезная травма. К этому моменту хозяйки уступали минчанкам в счете. Нивелировать это отставание команде Тома Жича Тарак финальной сирене так и не удалось. Поражение 29-32. Главком гомельской дружины игрой своих подопечных остался недоволен. Чемпионского характера перед родными трибунами они так и не продемонстрировали. Нужно отметить, что общую радость поражение если и омрачило, то не очень сильно. Третье за последние четыре сезона чемпионства Гомель отмечал вместе со своими болельщиками. После матча состоялась церемония награждения. Гонболистки БМТУ получили серебряные награды. Чемпионский кубок и золотые медали вручили Гомелю. В символическую сборную чемпионата попали сразу три новоявленные чемпионки. Это Наталья Котина, Виктория Шамановская и Екатерина Селицкая. Все у нас получилось так как мы планировали но еще впереди кубок будем настраиваться на кубок конечно же мы хотим его забрать чтобы все награды были в этом сезоне у нас только. На этом противостояние между двумя непримиримыми соперниками БМТУ и Гомелем не завершается. 22 и 23 мая в нашем областном центре пройдет финал четырех кубка страны. В главном матче скорее всего встретятся именно эти команды. В чемпионате Беларуси по мини-футболу все главные сражения еще впереди. В России стартовала стадия плей-офф. Аршанский Витен на своем поле неожиданно был бит Борисовым 900 2-3. Столица взяла верх над дорожником 7-2. Гомельские дружины своих болельщиков порадовали. ВРЗ пропустив уже на первой минуте далее отгрузил четыре мяча в ворота столичной охраны Динамо. У БЧ соперник был куда более грозный элит-сельмаш однако команда Дмитрия Камека сумела совладать с обладателем Кубка Беларуси 7-4. Второй поединок серии до двух побед состоится 19 мая в Лиде. В этот же день ВРЗ в Минске сыграет с охраной Динамо. Дорожник примет у себя столицу. А Борисов 900 дома попытается сотворить сенсацию и выбить из борьбы вторую команду регулярки Аршанский Витен. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.